Информационное агентство Росбалта публиковало аналитическую статью под заголовком «Из пушки по воробьям». В ней ответ на вопрос, почему история с экс-главой Владивостока Игорем Пушкаревым иллюстрирует проблемы с государственно-частным партнерством в России. 10 сентября, открывая первое пленарное заседание в Госдуме, Вячеслав Володин заявил о необходимости снизить количество дотационных субъектов. Сейчас на 13 регионов-доноров приходится 72 территории на федеральном обеспечении. Изменить ситуацию спикер Госдумы предлагает в рамках государственно-частного партнерства. Только вот бизнес сегодня не участвует в развитии экономики региона, так как боится. Об этом говорили и в ходе дискуссии на ВЭФ. Запомнились решительные слова руководителя «Доброфлота» Александра Ефремова. Он откровенно признал, что его группа столкнулась с проблемами возведения своих объектов. Ведь из-за блокирования счетов «Спаскцемента» компания осталась без цемента. Не исключено, что аналогичные неприятности грозят судостроительному заводу «Звезда», ситуация с которым в связи со сложностями всего того же «Спаскцемента» ранее привлекла внимание губернатора Олега Кожемяка, трубопроводу «Силы Сибири», терминалу «Восточный порт» и другим гигантам. Из-за перебоев с поставками стройматериалов может быть сорвано строительство школ, детских садов. Издание «Росбалк» пишет. В июне 2016 года Пушкарев был арестован. Считается, что экс-мэр пал жертвой показательной охоты на коррупционеров. Правоохранители решили разглядеть чиновичье преступление. Получение взятки. Там, где Пушкарев переводил деньги группы компаний, оставшиеся под его негласным контролем. То есть по материалам дела Пушкарев использовал собственные средства и не получал от этого никакой выгоды. Причем, будучи фактическим руководителем «Восток цемента», он еще и простил бюджету Владивостока почти миллиардный долг на закупку стройматериалов. Как отмечают адвокаты бывшего мэра, по сути, речь идет о незаконном предпринимательстве. Но никак не о коррупционном деянии. Возникает логичный вопрос. Способно ли установиться эффективное государственно-частное партнерство там, где предпринимателю подчас приходится лавировать между Сциллой правоохранителей и Харибдой Фемиды. Государственно-частное партнерство возникает только при условии либерализации ведения бизнеса, снижении давления на предпринимателей, установлении широкого общественного контроля за эксцессами, подобными Пушкаревскому. Кстати, продолжает издание «Росбалт» во Владивостоке, до сих пор не понимают, за что все-таки экс-мэра приговорили к 15 годам строгача. Продолжение следует...